ну что полезли в салон что комплектация фэмили сразу вот мы попадаем салон садимся ребят вот такая вот тут красота задняя часть салона передние попали мы все-таки благополучно попали в салон и что же мы видим мы видим вот эту вот красоту почему я на говорю красоту потому что перед этим как залезть салон на этого этой модели этого автомобиля я много каких салонах посидел вот и когда я сел в салон этого автомобиля меня я второй раз влюбился в этот автомобиль несмотря на его какие-то там минусы кузова как я вам говорил да там вот эти вот изогнутые линии так далее пары не висят ну хотя это тоже ничего не говорит о том что там прилетит камень и так далее я сразу влюбился второй раз в автомобиль мне очень нравится салон во первых посадка очень удобная посадка то есть я вот как с моей комплектации с моим ростом я просто сел и слился с автомобилем потому что я считаю что каждый человек выбирает автомобиль для себя поэтому если вы садитесь салон и чувствуете что в нем вам комфортно и вы ощущаете внутри себя одним целым мне кажется это ваш автомобиль значит тут что мы сразу видим мы видим что такое удобное рулевое колесо очень удобно рулевое колесо я рулю хотя до нужно двумя руками но часто вообще одну я забываю рулю одной рукой здесь значит электро привод руля тут не гидравлический привод руля до после гидравлики я ощутил электрический привод руля практически сразу то есть есть какая-то такая особенность и к ней нужно привыкнуть наверное ну наверное где-то минут за десять я по сути привык уже к электрическому почему потому что есть особенности какие-то вот когда едешь у тебя там что-то туда-сюда как будто что то есть такое мелкое мелкое что то что в руль ходит туда-сюда но ты привыкаешь из забываешь уже минут через десять что ты сел за электропривод руля особенность такая имеется дальше что мы видим салоне очень удобная ручка переключения передачи данной комплектации автомат автомат значит автомат шестиступенчатый с этим двигателем двухлитровым 150 лошадиных сил значит такая ручка очень приятная как в самолете знаете такой переключаешь взлет посадка и так далее прям прикольно очень удобная руку иногда вот так положь руку и едешь вообще-то по привычке как после механики значит что мы тут видим мы видим значит здесь и в этой комплектации все есть стеклоподъемники family есть закрытие дверей кнопочка есть значит электропривод зеркал есть обогрев зеркал вот кнопочка обогрев заднего стекла и зеркал значит мультимедийная система значит размер экрана 8 дюймов кнопочки сенсорные все практически кроме звука вот этот звук это переключение станции там или переключение треков и вот климат-контроль и тут тоже механические кнопочки это мой климат-контроль тут тут два двухзонный климат-контроль справа-слева можно отключить кнопочку и регулирует справа справа значит и слева вот посмотрите справа да можешь регулировать климат и слева можете регулировать ну можешь нажать на кнопочку saying и она будет регулироваться значит одновременно 2 2 зоны будет так одна работа спорная панель выглядит вот следующим образом пожалуйста тут можно регулировать смотреть вот давление в шинах отображается только при движении можно посмотреть распределением крутящего момента по колесам затем можешь переключиться посмотреть скорость какой скоростью там расход расход можно посмотреть вот здесь значит общая информация у меня 10 и 6 литров за четыре тысячи сто километров пробега значит что мультимедийная система я уже начал говорить значит здесь я с радио и так далее так далее ну все как обычно система blue link есть blue link система это приложение а систем blue link я расскажу в отдельном видео будет обзор также здесь есть такие функции как youtube но он устанавливается android авторы авто или apple carplay carplay для этих самых айфонов android авто для телефонов то есть вы подключаете включаете телефон он включается к android авто сейчас я попробую для включил bluetooth и в вай фай на телефоне появился android авто открываете android авто и здесь куча всяких функций куча всяких приложений дубль гис очень удобно google карты есть значит youtube даже youtube можно посмотреть спокойненько но это обзору вот этого всего будет в отдельном видео обзор android авто и как я подключил youtube сюда поставил и так далее это все будет в отдельном видео ребят значит вот в этом салоне очень интересная такая компоновка кнопок принципе все удобно вот эта кнопочка посередине аварийное включение значит есть кнопочка для переключения режимов движения значит обычный режим спорт режим эко режим норму то есть три режима дальше в это в этой комплектации автомат 4 вд работает система значит адаптивная система движения по асфальту по бездорожью далее есть значит в этой комплектации у нас отключение парктроника в задних не знаю зачем это надо включение блокировки вот это вот она появляется сразу да вот и система спуска с горы спуска с горы этом отдельно буду рассказывать как она работает но мне понравилась тема далее салон давайте дальше еще пройдемся по салон значит бардачок в этой комплектации в этой модели не знаю в классе из комплектации в это уже появился подсветка бардачка есть подогрев передних сидений три режима подогрев руля вот такой как бы я не знаю как предыдущие модели предыдущие модели по моему вот это вот часть это было только комплектации travel здесь есть уже и в этой комплектации пэмили большой бардачок такой боковой тут у меня всякой филе наложены ну вот смотрите глубокий бардачок на дне резинка резиновое покрытие его ее можно вытащить почистить и обращайте внимание на хлам который здесь вот то есть у меня тут много чего посмотрите поместилось просто все практически кожа здесь значит покрытие кожаная такое очень приятно здесь ставочка пластиковая такая выглядит неплохо далее что еще тут имеется значит в два уэсби входа два у меня оба заняты правая под зарядку левая под и есть значит вот для прикуривания прикуривателя здесь нету также как и подстаканника 2 вот смотрите на два подстаканника но этой самой стаканчика под для курящих и не туда стаканчик ставишь и очень здесь значит можно ложить телефончик и еще что тут резиновое покрытие можно вытащить почистить здесь тоже резиновая на нет приятное покрытие значит кпп автоматическая вот эта ручка тут кожу надо кожаная обивка руля тоже кожаная обратить внимание на руле значит тут есть много различных кнопочек значит это громкая связь различные переключения звука треков станции регулировка панели приборной панели круиз-контроль и вот эти кнопочки для того чтобы строй подстраивает приборную панель приборная панель меняет освещение можно поменять значит есть значит кнопочка громкой значит голосового управления очень прикольная кнопка это будет отдельный обзор как работает вот на мы часы нажму окей google позвонить любименькой и вот я буду звонить вчера записать салон обзор салона не получилось потому что стемнело приехал второй раз и буду записывать обзорчик салон что мы тут видим пластик да вот это вот пластик он твердый вот здесь твердый здесь уже более мягкие а здесь мягенький пластик здесь тоже твердый пластик ручки массивные очень удобно очень удобно закрывать то есть вот держишь вот так здесь кожа и дермантин не знаю кнопочки ликтация идет ткань не кожа вот такая вот ткань она очень я считаю очень качественная хорошая на ощупь приятная вот легко чистится то есть были уже моменты когда немножко пролили сок и его быстренько вместо это пятно быстренько почистили и все даже не видно что как будто здесь проливали где-то сок он не скажу где проливали но передняя зона вот такая вот я считаю очень приятная значит вверху есть у нас подсветка салона общая кнопочка то есть все загораются лампочки есть и кнопочка нажимаешь ее это загорается когда открывается двери и когда отъезжаешь то есть окрой дверь загорается закрываешь дверь и свет нас не значит здесь кнопки сос тест соса так значит под очки емкости никакой нету вот это вот конечно расстраивает рассказал о функции такой диффуз нажимаешь на эту кнопочку и поток воздуха распределяется вот вот в этих вот нишах очень хорошая функция очень приятная то есть да допустим если ее не включать эту функцию поток воздуха идет так как за этих дефлекторов идет поток воздуха нажимаешь кнопочку диффуз и дефлектор как бы распределяется воду вот из этих это тоже получается как дефлектор на она и отсюда идет поток воздуха то есть полностью вот здесь здесь идет поток полностью распределяется поток воздуха и очень комфортно ехать особенно когда включен кондиционер и вот это вот нету ощущения когда тебе в лицо дует холодный воздух ты уже не ощущаешь пушев воздух распределяется равномерно и идет поток воздуха по всей по всему салону вот отсюда 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 везде равномерно распределяется очень очень приятная функция очень приятная функция есть нету такого что тебе в лицо отсюда дует какой-то холодный воздух и ты его крутишь и так и всякие вверх и не все равно воздух дует когда хочешь поток в салон напрямую сделать нажимаешь кнопочку и распределяется нет такого ощущения то есть пропадает даже я сказал ощущение потока воздуха очень нужная функция очень прикольно и на каких автомобилях такая еще есть функция значит приборную панель я вчера рассказал вот в этой комплектации сидение не двигается не электронное механическое движение переднего сидения есть электро регулировка спинки боковой поддержки спинки вот так вот нажимаешь вот она двигается видите можно вверх делать можно чуть назад это я уже чехол надел на спасаю на сидение водителя на время потому что ездил грязный робит но время вот и отдел вот такой чехольчик надо будет прикупить все-таки чехлы потому что считаю что ткань ну со временем конечно станет грязной испортится потрется и так далее что пойдемте заднюю часть салона задние сидушки покажу то есть функция такая вот смотрите ключ у меня в кармане и двери не откроешь пассажирские откроешь только водительская поэтому приходится обходить при заведенном автомобиле открывать двери открывать двери кнопочкой и заходить заднюю часть салона значит что мы видим задней части салона значит сидушки тоже ткань такая вот три подголовника они никак не двигаются есть изофикс крепления и очень прикольная штука смотрите то есть вот это вот ремни безопасности эту дужку можно спрятать вот такую вот прорезь в корпусе чтобы она не болталась не била по корпусу не ударяла и не портила вот это вот пластиковую обшивку поэтому вот так вот запрятал и ничего не бьет ничего не шумит значит садимся в салон салон сзади очень просторный ребят очень просторный вот я сажусь задних на задние сиденья вот сейчас передние сиденья отодвинута очень максимально так сказать вот вот я сижу то есть мне удобно расстояние вот такое большое сзади очень комфортно сидеть в принципе подсветка но минус конечно тут есть это слабое освещение салона впереди освещается салон отлично все нормально но вот здесь конечно подсветочки яркости не хватает хотелось бы конечно более яркой какой-то подсветки хотя ночью конечно принципе все еще будет сюда куда-нибудь вот ну либо корейцы освещение было бы вообще шикарно есть значит сзади поток воздуха можно распределять вот так вот право налево есть два usb входа заряжать можно телефончики или еще что-то подключать и даже флешечку с этой стороны подключал я пытался значит есть вот такой вот такой вот подлокотник опускаешь тут два подстаканника можно так вот рука для ну для моей комплектации сидеть удобно вчера мы с вами убрали вот вот эту вот шторочку и это я вам отодвинул для того чтобы показать насколько опускаются задние сиденья сиденья опускаются вот до такого уровня то есть нажимаете на рычажок и опускаете такого уровня опускается заднее сиденье и может в принципе лежать вот можно спать даже комфортно лежать спать опустить подголовник душу не так неудобно лежать и спокойненько спать очень удобная кстати функция ребят вот я вот разлегся закроем двери вот я разлегся и полу лежачим состоянии такой прям очень комфортно отдыхать и спать дальних каких-то дорогах то есть прекрасная функция я считаю очень полезная а если вам нужен задний багажник побольше это я пачкал куртку и вот взял тряпочку и вот грязь прекрасно оттирается то есть ткань хорошая это я не специально к этому не готовился просто случайно спать как будто курточку и удобное положение сидений можно так вот приподнять значит опускается сиденье пропорции 60 на 40 ну это показывать не знаю есть смысла нету ну давайте и опустим заднее сиденье вот так вот раскладывается заднее сиденье таком положении здесь практически ровная поверхность образуется в принципе обратно возвращаем все вот так вот там детское кресло зафиксированное стоит вот такой салончик что же в входит комплектацию family family комплектация это конечно же комплектация без кожи сидений то есть ткань в этой комплектации есть обогрев зеркал и регулировка зеркал имеется малоразмерное запасное колесо в этой комплектации нету дефлек то есть вот ощущение мои вот плюсы и минусы в принципе я в своем обзоре выделил плюсы это внешний вид это салон шикарный салон очень приятный удобно сидеть но опять же для моей комплектации опять повторяю же плюсы это то что автомобиль не низкий все-таки 17 сантиметров конечно для кроссовера это мало но это конечно можно какие минусы мои минусы прежде всего конечно это клиренс не на почему корейцы такси экономят на туса не делает такое маленький клиренс не знаю ребят ну блин 17 сантиметров но это мало реально неужели нельзя было немножко поднять машинку ну что такое 17 сантиметров для кроссовера выглядит она большой такой а клиренс плену по сути маленький и параса то далее зачем это экономить на всяких ну хоть и мелочь но нету емкости для очков нельзя было придумать какую сюда чтобы можно было туда ложить очки ну зачем эту функцию убрали я не знаю но это я считаю это минус такой как бы мелочный но зачем на этом экономить непонятно этой комплектации ручник механический ножной и включается ручник следующих комплектациях уже идет электронный ручник кнопочка она вот здесь вот располагается вот здесь ну то есть эта комплектация конечно для более комфортных женщин девушек ну это как бы это наверное комплектация не подходит все таки вот это вот хрень виде нажимания ногой блин это еще надо приложить усилия вот так вот ребят ну как бы это конечно удобнее было бы кнопочку нажал и ручник поставил было бы наверно намного удобнее но в этой комплектации вот такая вот значит функция далее эту рейлингов в этой комплектации то здесь отсутствуют рейлинги вот в этой комплектации в диске идут вот такие вот именно следующие комплектации уже идут другие диски немножечко ликтации нету обогрева переднего стекла нету обогрева форсунок нету датчика дождя но есть датчик света датчик света и очень интересная функция датчик дождя заднего стекла есть то есть когда идет дождь когда идет дождь и ты включаешь заднюю скорость включаются дворники то есть не дождливую погоду дворники не включаются когда включаешь заднюю передачу то есть задний задний стекло из датчика дождя вот такой вот на включение задней передачи при дожде вот не знаю датчик ну датчиком датчик света здесь есть в этой комплектации ну честно говоря я не пользуюсь этой функции я привык свет включать вот там датчик авто включаешь авто включается датчик света но я и не пользуюсь датчик дождя как бы мне не принципиально датчик дождя обогрев переднего стекла у меня был на предыдущем автомобиле был обогрев переднего стекла плюсов я нашел только когда капает вернее идет такой мелкий снег вот там плюсы есть то есть можно вообще дворники включать а так обогрев перед стекла не нужен ну мне по крайней нет то есть если переднее стекло замерзла лед там просто включаешь печку и буквально там пять минут и полностью стекло растаивает то есть обогрев переднего стекла мне не нужен по сути ну в этой комплектации его нету также в принципе все для комфортного вождения в этой комплектации есть есть камера заднего вида кстати показывает неплохо очень качественную картинка посмотрите очень качественная картиночка есть датчик света есть обогрев я считаю зеркал это очень важная функция есть обогрев зеркал потому что когда наезжаешь допустим на какую-то отапливаем парковку это очень удобно значит далее музыка ребят музыка ну что могу сказать про музыку музыка здесь звучание конечно ну не очень не очень звучит то есть колоночки хотелось бы получше здесь поставить но более дорогих комплектациях высоких последних комплектациях в этой модели динамики стоят получше получше вот эти динамики в этой комплектации работают не очень то есть звук конечно орёт все прекрасно но на музыка качество музыки здесь хромает то есть когда включаешь на громкую они начинают немного фонить эти колоночки то есть качество звука здесь я бы поменял но если вы не меломан принципе комфортно все звучание пойдет также в этой комплектации идет вот такая панель приборная вот простая панель последней комплектации идет жидкокристаллический идет монитор такой без козырька здесь козырек козырек очень удобно нормально освещает освещение лампочек все комфортно как бы все устраивает подушки безопасности насколько я помню везде на всех комплектациях стандарт здесь есть боковые и передние пассажирские и так далее так далее подушки безопасности 10 сколько я помню 6 подушек безопасности выйдем на дорогу и я запишу краткий обзор по ощущениям как она ведет себя на дороге и так далее ну вот теперь мы в автомобиле в салоне едем что могу рассказать какие были ощущения и остаются при вождении этого на автомобиль ну первое что мне понравилось это сама посадка я уже рассказывал очень удобные кресла с боковой поддержкой очень комфортно сидеть и лицезреть и управление руль и рулится легко удобно смотреть зеркала я вижу прям очень хорошо вижу ничто меня не мешает обзор насть переднего стекла достаточно все видно в принципе какие ощущения когда едешь в этом в этой модели нету потери машина большая кроссоверами нету валкости мягко идет то есть почки прям крупные почки ты ощущаешь только потрясаю как сейчас мы едем дорога не очень то есть замерз замерз снег он превратился в комки да на дороге вот мы едем так вот нас немножко потряс вот специально мы приехали сюда вот переезжаем через железную дорогу вот так вот потрясаю значит так же мне очень понравилось салоне тишина нету никаких сверчков никаких там какие-то там сзади это сейчас гремит извиняюсь это сумки то есть вообще в салоне очень тихо то есть шумкой корейцы молодцы поработали хорошо прям реальным сравнению с другими машинами я уже говорил что я рассматривал спорта и санта п что там еще и плану эти машины рассматривал здесь шумка очень хорошее практически не слышно нету такой шумности как у других автомобилей не слышно даже как тормозишь то есть сцепление тормозов даже слышно здесь такого нет вот ты нажимаешь все вот он то есть вождение очень легкое автомобиль очень легкое вождение сейчас вот дорога как бы у нас показывает по дисплее плюс 1 но все равно дорога скользковата но я это не ощущаю по вождению то есть спокойно рулится одной рукой вот я опустил она едет спокойненько никуда не уходит значит у нас есть три уровня движения то есть три уровня первое это эко режим покажи вот здесь переключается я уже показывал вот сейчас мы допустим включаем эко режим эко режим это режим для пенсионеров она туго разгоняется как бы так вот едет это медленно как бы так вот то есть надо давить на газ чтобы ехать быстро но зато экономия по расходу бензина прям очень ощутимая экономия в эко режиме я еще отдельно обзор сделаю с фиксации расхода на разных режимах далее второй режим есть динамический нормальный режим то есть обычный режим при котором ездишь ежедневно и по трассе и по городу это обычный режим расход стандартный если не втапливать ну 10-12 литров в среднем выходит если втапливать то поболее и следующий режим это спорт спорт режим это прям мне очень нравится шикарный режим машина сразу превращается в реально какой-то спортивный автомобиль то есть повышаются обороты и ты просто тут даже меняется вот циферблаты освещение циферблаты становится красным вот покажи мне красный освещение есть и ты просто едешь очень быстро очень быстро разгоняется очень быстро она едет и хотел замерить как-нибудь как она разгоняется в разных режимах в нормальном режиме и в спорте в спорте у меня такое ощущение что она вообще махом разгоняется очень легко едет вот сейчас вот здесь дорога с кочками тут сплошные ямы но тут скользко мы сильно гнать не будем потому что безопасность прежде всего и вот там обгоняют вот просто спортивный режим это очень очень приятный режим я люблю на нем ездить иногда иногда люблю вот включить эко ехать спокойно никуда не торопиться ну в основном конечно на динамическом на нормальном режиме вот так вот просто едут то есть одной рукой рулится спокойно вождение происходит автомобилем очень радует вот это вот все то есть когда я проехался на тест драйве на этом автомобиле мне очень понравилось именно вождение вот это вот комфорт вот смотрите какие кочки прям тут огромные кочки она глотает их спокойно вот кочечка огромная кочка здесь на оседании я просто ехал очень медленно то есть а мы вот по сути едем 65 вот смотрите кочки сплошные кочки она глотает спокойно мы тут пролетаем всегда смотри 80 почти идем дорога убита здесь в этом месте дорога убитая вот подключаем за 4 месяца вот 4150 пробег у меня в принципе никаких нареканий по автомобилю не было все работает все переключается кнопочки все работает как бы каких то зависаний мультимедии нету в принципе ну я еще раз напоминаю у меня у данного автомобиля объем двигателя 2 литра 150 лошадиных сил конечно бы хотелось сюда более мощный двигатель для того чтобы не тыркать каждый раз спортивный режим ну в принципе мне хватает двигателя на трассе едешь 150 180 спокойно на обгонах включаешь спортивный режим и просто обгоняешь спокойно то есть покупать более мощный двигатель может быть в целях экономия топлива может быть более меньше ну или кто-то может не любит такие маломощные двигатели то есть когда надо я включаю там спортивный режим если там совсем либо вот езжу на нормальном режиме и более не знаю вот выше среднего потока она едет спокойно без всяких проблем вот если хотите что-то помощнее это мне кажется другую просто модель ну нет опять же повторюсь мне кажется основные критерии для этой модели это комфорт вождения то есть вождение очень комфортное простое легкое вождение это мягкость подвески очень мягкая и третье это в салоне тихо то есть в салоне очень прекрасная работа климат-контроля мне очень нравится работа здесь этого этой системы не холодно когда надо включаешь кондиционер все комфортно все работает в этой комплектации family также и в других кроме по моему классика есть камера заднего вида и тут очень прикольная функция такая есть кнопочка внизу вот она камера вы можете ее включить вот так оп и смотреть что происходит сзади на мониторе то есть едешь смотришь немножко там грязь у нас как город грязный новосибирск вот и смотришь что там сзади происходит очень удобно кстати очень удобно особенно пробки смотришь чтоб тебе там кто-то притык не приехал конечно можно смотреть и в зеркало заднего вида но вот этот монитор очень прикольная штука очень отвлекает отвлекает детей и дети любят смотреть ключи в ключи папа включаешь дети смотрят вообще прикольно вот на более дорогих комплектациях у них еще есть камера переднего вида и боковые по моему камеры тоже есть ну не знаю вот задняя камера постоянно грязная то есть постоянно надо протирать я представляю что с передней камеры происходит то есть она постоянно передняя камера будет грязной то есть смысл в наших условиях вот в сибирске мне кажется по передней камере смысла ее нету потому что она будет постоянно грязная задняя да ну тоже видите чуть проехал уже вся грязная у нас в Новосибирске не совсем актуальные вот эти вот камеры переплачивает за комплектацию и там ловите эти камеры и как бы не даже в этой комплектации есть парктроники задний задний парктроники но передних парктроников нету это идет в следующей комплектации в этой комплектации нету у departen Ну, это минус, да, передние парктроники, мне кажется, были бы необходимы, очень удобно было бы парковаться перед, но нету, нету, что, ну, так вот, если хотите более крутую комплектацию, вы платите за комплектацию дорожки, так, мне передние нужны, но, может быть, как-нибудь потом я поставлю отдельно, приеду, поставлю, заплачу, поставлю, никаких проблем не будет. Так что, ну, больше говорить, наверное, нечего, вот я часто пользуюсь круизом, хочу сказать про на эту тему, очень удобно, когда камеры стоят, то есть, набрал скорость, допустим, вот здесь 50 км в час, нажимаешь круиз, и едешь все спокойненько, не контролируют, круиз-контроль, это очень нужная функция, мне кажется, в любом автомобиле. Диапазон? Нажал, и едешь спокойненько, не надо ничего. Также хочу сказать про круиз-контроль, С пределы работы круиз-контроля не проверяю, вот почему-то мне задали вопрос, максимально при какой скорости работает круиз-контроль, ну, не знаю, я вот 150-160 ехал, включал круиз-контроль, он работал, выше не пробовал, вот 160 шел, брызг на круизе, выше не пробовал, не знаю, на каком перестает работать круиз-контроль, не знаю. Но этот вопрос пока ответить не могу, в других роликах будет, про расход бензина, про Blue Link и работу приложения Android Auto, работа, это уже отдельный ролик, там, ребят, смотрите, значит, выход новых роликов. Поэтому на сегодня я, пора уже прощаться с вами, много всего наговорил, вот, правдивый свой отзыв, обзор, вот, то есть дальше будет очень много роликов еще, много тем на по машине, по резине и по зимней резине и так далее. Поэтому, оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, очень, это очень важно для меня, поэтому, всем пока!